Этот год я абсолютно согласен с Иваном, что он был очень сложным, и абсолютно разделяю это чувство утомления. И все-таки мы есть, якобы веря в то, что мы есть. Рома меня иногда очень добро и совершенно умиротворенно умиротворяет и останавливает от каких-то там совсем уж тяжелых высказываний. И не всегда это Рома получается. Но, тем не менее, я позволю себе сказать так с улыбкой и с позитивом, если бы в этом вот нашем протестном, но, разумеется, ну так в хорошем смысле интеллигентском обществе не было какого-то немножко лишнего процента баранов, то вообще бы все дело шло больше и лучше. Потому что такого количества, если говорить в тупую, такого количества интервью, которые я дал за вот эти там два года без малого войны и вообще там вот это нехорошее интервью, это нехорошие поводы, это, в общем, дюрачку понятно. Но, тем не менее, такая активность, столько песен, сколько мы написали, клипов сняли. Рома делает второй проект, и мы считаем, что это большая честь для нас. После России сейчас мы есть. Большая честь в этом участвовать. То есть идет хорошее, извините за это слово, в самом прекрасном смысле этого слова, возня культурная, это не возня, это в смысле, это идет процесс. Мы как мурашки, муравьишки копаемся и даже не просто копаемся, мы даже совершаем какие-то большие действия. Вы что здесь третесь? Бежать! Белкин, привет! Ваши фейсбуки видел в день рождения поздравления от музыкального журнала известного. Во-первых, я удивился, что вам 47, потому что, в общем, вы выглядите на 27. Спасибо, наверное, папе с мамой, потому что я не имею никакого отношения. А вот, и там было написано, что вы продолжатель дела группы «Спаркс» и гений самопиара. Поскольку вы не удалили эту запись с фейсбука, значит, я так понимаю, что вы согласились с этим посылом. Можете как-то прокомментировать? Ну, я могу прокомментировать так, что я не могу, конечно, на все 100% согласиться с этим, но хотя бы... Скотовится составляющий насчет «Спаркс» или насчет гений самопиара? Нет, с каждой из них, но прежде всего я скажу, что в каждой из них есть более чем серьезная доля истины. Когда мы только-только начинали, как коллектив «Ногу свело», я очень сильно был увлечен группой «Спаркс», и не только я. Мое увлечение разделял наш гитарист Игорь Лапухин. У нас с Игорем, в принципе, не совпадают музыкальные вкусы, как... Ну, уж на 100% точно не совпадают. То есть, правда в разговоре о «Спаркс» есть. Вот что касается гений самопиара, ну, знаете, это просто очень сказано лестно и громко, ну, если... Ну, да, хорошо. Потом всегда второе слово можно отбросить, сказать просто гений. Ну, это мне уже прям вот реально совесть не позволяло так далеко зайти. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Кратенные мысли, модные красивые словечки ползают тихонько с краю жизни, тусклые, как тени, человечки!